В прямом эфире Якутия 24. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». Работает Влад Давыдов. Добрый вечер. Бюджет 2018. Стипендия Нюргуна Тимофеева и кандидатуры судей. В парламенте состоялось пленарное заседание. Депутаты рассмотрели 47 вопросов. Отчет по работе за прошлый год. Егор Борисов выслушал молодежное правительство республики. О чем шла речь? О деталях в беседе с гостем прямого эфира. Безопасный лед. В Якутии стартовал четвертый этап этой акции. На переправе Хатасы-Павловск, ГИБДД и ГИМС тормозили нарушителей. Пожар в торговом центре в столице. Под такой легендой МЧС провело тактические учения. В чем была сложность этой тренировки? Приключения итальянца в Якутии. Ультрамарафонец Пауло Вентурини собирается бежать в минус 50 по Аймеконскому району. Сегодня прошла его первая тренировка. На границе Якутии и Амурской области произошло землетрясение силой в 3,5 балла. Эпицентр находился на глубине 10 километров, примерно в 40 километрах к северу от поселка Кировский. Жертв и разрушений не было. Такие землетрясения ощущаются слабо, только внутри некоторых зданий большинство жителей региона подземных толчков не почувствовали. Это вполне нормальное явление для нашего южноякутского региона, но незначительное. Такие землетрясения, как правило, регистрируются инструментально, они редко, но только чувствительными людьми ощущаются. По нашим данным, оно порядка 3 баллов, даже меньше, 2,9, наверное, будет. В республике стартовал четвертый этап акции «Безопасный лед». Сегодня на ледовой переправе Хатас и Павловск установили передвижной пункт весового контроля. Ну а водители встречали сотрудники ГИМС и ГИБДД. Всего за час работы представители надзорных служб выявили нескольких нарушителей. Репортаж Семена Родионова. На ледовой переправе Хатас и Павловск дежурят инспекторы ГИМС и ГИБДД. Прежде всего, они обращают внимание на большегрузные машины. Именно водители фур, как говорят инспекторы, нарушают правила проезда по ледовым переправам. Разрешенная масса на этом участке реки составляет до 40 тонн. КАМАЗ встает на весы, вот площадки имеются, и каждая ось взвешивается, и общая масса вытесняется как прибор, который там установлен внутри кабины. И выдает АК, взвешивание транспортных средств. На основании этого, если превышает, тогда, если превышение есть, у нас без сотрудника ГИБДД мы не можем работать. Поэтому госинспектор ГИБДД доставляет протокол за превышение. Масштабная межведомственная акция проходит все время, пока река покрыта льдом. Выезд на переправу, говорят инспекторы ГИМС, опасен всегда, даже в суровый мороз. Толщину льда специалисты теперь измеряют с помощью компьютера. Специальный прибор, установленный на борту УАЗа, выводят данные на экран. Здесь показывают две границы. Верхняя – это верх льда, низ – это низ льда, дальше вода. И вот он показывает толщину льда основного, 2,30 сантиметра в торосах. В Якутии в акции «Безопасный лед» задействовано 420 межведомственных групп. Это около полутора тысяч человек и более 200 единиц техники. Здесь мы проверяли тоннаж проезжающих машин, то есть с целью выявления нарушения именно грузоподъемности на данной переправе. Выявлено два нарушения на данный момент. Всего за час работы нескольким водителям грузовиков выписали протоколы о нарушениях. Четвертый этап акции «Безопасный лед» продлится до 25 февраля. В столице в этом году достроят 7 социальных объектов, еще 5 введут в следующем году. Речь идет о школах, детсадах и объектах культуры. Работы ведут в рамках хорошо зарекомендовавшей себя системе ГЧП – государственно-частного партнерства. Кристина Якубова подробнее. Никаких перерывов. В Сайсарском округе строят детский сад. Фасад, отопление, установка окон, работа на площадке кипит. Планы амбициозные. Первых воспитанников здесь примут уже в этом году. Здесь, на улице Ильминской, строится один из социальных объектов по проекту государственного частного партнерства. Детский сад «Ивушка» рассчитан на 240 мест. Площадь будущего здания – 3,5 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день ведутся работы в полном объеме. На объектах работает 370 человек, 40 единиц техники. Невзирая на погодные условия, работы не остановились ни на одну минуту. Не вижу на сегодняшний день причин для каких-то изменений. В стройку вкладывается не только государство. Партнером выступает частный бизнес. Проект частично решит проблему нехватки мест в школах и детских садах Якутска. По заключенному соглашению у нас запланировано два ввода, этапа ввода объектов. Первый этап – это у нас 2018 год. Должно быть введено 7 объектов. И 5 объектов у нас в 2019 году. Из тех объектов, которые в этом году у нас планируется ввести, это национальная школа Якута на 203 микрорайоне, детский сад Д1 также на 203, и объекты культуры – это библиотека и детская школа искусства. На большинстве строительных площадок работают с опережением графика. Возможно, что некоторые объекты сдадут раньше срока. Завершить масштабный проект государственно-частного партнерства собираются в 2019 году. Кристина Якупова, Василий Слепцов, Георгий Григорьев, Якутск. К другим новостям. Общественная палата России планирует организовать тотальное наблюдение за выборами президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день уже более 70 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями на выборах от Общественной палаты страны и региональных общественных палат. При этом Фадеев указал на принципиальное отличие общественных наблюдателей от наблюдателей, которых направят на участки партии и сами кандидаты в президенты. В стране 96 тысяч избирательных участков. В принципе, конечно, задача ставится так, в принципе, повторяю, чтобы наблюдатели были на всех избирательных участках. Тотальное наблюдение. Это очень непростая задача, потому что наблюдателей желательно, чтобы было два человека на каждом участке. И это под 200 тысяч наблюдателей. Чем отличаются эти наблюдатели от того, что уже есть, если это выборы, например, в Государственную думу, наблюдатели от партии, если это выборы президента, наблюдатели от кандидатов в президенты. Эти наблюдатели общественные, не политизированные. Они никак не встроены в политическую борьбу. И это очень важно. Их задача обеспечить как предельно чистые и легитимные выборы. Якутия получит 200 новых российских самолетов ТВС-2 ДТС. Данную модель можно использовать не только для межрегиональных, но и внутренних перелетов. Так считает председатель правительства Якутии Евгений Чекин. Напомню, что эксплуатировать самолет будет авиакомпания полярной авиалинии. Соглашение заключили во время Сочинского инвестфорума. Документ подписали Министерство транспорта, Минпромторг России, Якутия и Бурятия. Воздушные судна будут выпускать в Улан-Удэ. Модель ТВС-2 ДТС – это всепогодный самолет, выполнен из углепластика и может эксплуатироваться в любое время суток. Создан российский самолет малой авиации. Мы со своей стороны провели сравнительный анализ между конкурентами и аналогами и пришли к заключению, что текущая российская разработка в ключевых своих позициях значительно превосходит аналоги, в том числе и зарубежные, и в том числе часто обсуждаемую Цесну. В республике установили стипендию имени Нюргуна Тимофеева. Этот и другие важные вопросы сегодня обсудили народные депутаты госсобрания Илтумен на 34-м пленарном заседании. Всего рассмотрели 47 вопросов, а о наиболее значимых моментах очередной сессии расскажет Любовь Васильева. Один из основных пунктов, который сегодня рассмотрели депутаты, это вопрос внесения изменений в госбюджет 2018 года. Министр финансов Валерий Жандоров проинформировал, что изменения коснутся расходной части бюджета. Все регионы по обязательству перед государством должны реструктуризировать кредиты. Из-за высоких требований по уменьшению госдолга республика должна была вынуждена сократить расходы на еще 3 миллиарда рублей. Но правительству республики, главе республики удалось убедить правительство Российской Федерации, министерство финансов Российской Федерации, что мы должны остаться при тех соглашениях, которые у нас имеются, где у нас есть ограничения по верхнему уровню государственного долга. И в общем-то это в самом конце года удалось. И сегодня мы уже живем с учетом того, что мы не реструктуризируем, в эту программу мы не включены. Также парламентарии поддержали проект закона об учреждении стипендии Илтумен имени Нюргуна Тимофеева. Стипендия должна способствовать увековечиванию памяти видного общественного и политического деятеля, одного из основателей алмазогранильной отрасли республики, народного депутата и председателя Государственного собрания Илтумен, третьего созыва Нюргуна Семеновича Тимофеева. Мы все-таки, посоветовавшись и с родственниками, и с друзьями Илтумена Семеновича, пришли к такому мнению, что это стипендия будет предназначаться для тех студентов, которые обучаются на территории республики Саха-Якутия. Народные депутаты утвердили кандидатуры судей. Приняты изменения в закон о недрах, о волонтерском движении в республике, о здравоохранении Якутии. По каждому вопросу парламентарии озвучили основные проблемы. В частности, необходимо утвердительно решить вопросы оплаты проездных на лечение за пределами республики. Министерство здравоохранения, министерство финансов говорит, что этот вопрос положительно решается, но задержка имеется. И мы будем, конечно, эти вопросы ставить так, чтобы это исполнялось. Сегодня получила поддержку депутатов и инициатива восьми населенных пунктов по полному запрету продажи алкоголя на своей территории. Мы на продаже алкогольной продукции на территории Наслега ввели ограничения. Места продажи должны находиться вдали от основных объектов на 400 метров. В связи с этим у нас уже третий год продажа алкоголя полностью приостановлена. И по итогам 34-го пленарного заседания органам местного самоуправления делегированы ряд полномочий, в том числе право утверждать правила благоустройства на уровне муниципалитета. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас реклама полторы минуты. Далее смотрите во второй половине выпуска итогов дня. Отчет по работе за прошлый год Егор Борисов выслушал молодежное правительство республики. О чем шла речь о деталях в беседе с гостем прямого эфира. Пожар в торговом центре в столице. Под такой легендой МЧС провело тактические учения. В чем была сложность тренировки. Приключения итальянца в Якутии. Ультрамарафонец Пауло Винтурине собирается бежать в минус 50 по Аймеконскому лусу. Сегодня прошла первая тренировка экстремала. Это Якутия 24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Молодежное правительство Якутии отчиталось за прошлый год перед руководителем региона Егором Борисовым. Озвучили, что в течение года молодые политики как самостоятельно, так и совместно с основным кабинетом министров организовали ряд проектов, такие как «Кибербезопасность», направленный на защиту детей в сети интернет, также деловую игру «Молодой фермер» и третий молодежный экономический форум «Якутия-2030». В свою очередь Егор Борисов отметил, что молодежное правительство стало взрослее и серьезнее. Сейчас второй созыв работает уже третий год, и в скором времени ожидается обновление состава. В целом в 2017 году реализовано более 30 мероприятий и проектов. Это и соорганизация молодежного экономического форума, это и соорганизация зональных этапов «Деловой игры министр», это и организация молодежного конкурса «Научный баттл», и «Про Якутии-2», то есть поселение ресурс основы Якутии. В целом оцениваться работой молодежного правительства будет на всероссийском рейтинге молодежных правительств в текущем году. О чем члены молодежного правительства говорили с Егором Борисовым в деталях, и что глава республики предложил участникам совещания. Об этом и о многом другом мы поговорим с гостем прямого эфира, членом молодежного правительства республики Николаем Борисовым. Николай, добрый вечер. Здравствуй, Влад. Скажи, пожалуйста, всегда было интересно, как выстроена работа молодежного правительства, например, что и сколько вы должны сделать за год? Вы ходите на работу каждый день или раз в месяц собираетесь? Как это, в общем, устроено? Ну, молодежное правительство – это в первую очередь все-таки общественная организация, и поэтому требовать от него выполнения каких-то планов было бы, наверное, несколько опрометчиво. Но в то же время, да, когда есть свободное время, члены как бы работают над любыми проектами и стараются помогать. Чем больше, тем лучше охват. А вот эти проекты, о которых шла речь выше, о которых ты сейчас упомянул, вы их ведете сами от начала до конца, или вам, скажем так, работой с вами делится взрослое, главное правительство? Как это работает? Тут интересный момент. На самом деле, хочу раскрыть какую-то тайну. Молодежное правительство – это не какие-то там выкормиши власти, это обычно просто специалисты какого-то узкого профиля. Изначально вот так вот они собираются, и по своим каким-то профессиональным навыкам работают, и собирают, они знают много интересных людей, молодых товарищей, которые что-то хотят реализовать, но нету каких-то, может быть, возможностей. Члены молодежного правительства просто собирают этих группы, собирают идеи, помогают реализовываться этому всему, и вот как-то так вот образуется работа, и поэтому, когда дело доходит до результата, тут как-то сложно судить. Почему? Потому что, да, есть изначально начатые молодежным правительством некоторые проекты, которые чисто принадлежат молодежному правительству, а есть, которые, ну, помогли там советам, состыковали одного человека с другим, как-то так. И когда вот говорят, что как бы спускается с большого правительства, это несколько странно, там наоборот бывает очень часто, что большое правительство берет наработки у молодежного. Ну, давай остановимся на каком-нибудь конкретном проекте, немножко поподробнее для зрителей. Какие проекты вот ты и твои коллеги считают важным и нужным на сегодняшний день, над чем стоит сейчас работать молодежному правительству? Ну, опять же, есть множество направлений, они объединены в такие большие группировки. Кое направление, скажи? Ну, мое направление, последний проект, который мы реализовывали, опять же, с научным вот направлением, сегодня как раз Александр Жирков, мой как бы товарищ и коллега, поднимал тему перед главой, это школы. На самом деле, по мнению ученых, якутская школа и научный потенциал, который был накоплен за множество лет, он уже теряет свою актуальность. И мы с Сашей реализовали другой проект, он называется «Научный баттл», и стараемся говорить популярно о науке, стараемся, чтобы молодые ученые высказались и вызвать интерес среди, в первую очередь, молодежи республики. Так, давай вернемся к встрече с главой республики. Как она прошла, по твоему мнению и по мнению твоих коллег, и что вы предложили друг другу, глава республики и молодежное правительство? Ну, запланирована она была на час. Регламент растянулся в полтора раза, то есть сидели два с половиной часа. В принципе, Егор Афанасьевич, он довольно хорошо относится к молодежному правительству, и выслушал, высказался, все такое. Опять же, вот по проекту Александра Жиркова было предложение о введении тьютерства. Это молодые учителя, они сейчас, как вы знаете, идет большая реформа образования уже третий год подряд, и из-за загруженности и нехватки времени многие стали отказываться от такой вещи, как классный руководитель. Просто не получается у людей, и как-то будем работать с большим правительством над этим вопросом. Почему? Потому что, естественно, мы общественная организация, большое правительство имеет больше полномочий. Ну, Егор Афанасьевич в лучших своих традициях озадачил, посоветовал подумать о судьбе нашего пустоши, так называемой, который находится рядом со студенческим городком. Ну, там какие-то конкретные выводы пока делать рано, потому что это довольно-таки большой, наверное, будет проект, который будет заключен, ну, вместе с очень большим количеством, скажем так, задействованных структур, потому что тот же Роспотребнадзор там копать нельзя, даже управление архитектурой там. Да, понятно. Ну, у нас буквально секунд десять еще остается. Давай вкратце в двух словах о планах на ближайшую перспективу молодежного правительства. Ну, у нас заканчивается, как бы, правительственный срок, скажем так. Будем искать новые кадры, будем звать людей, чтобы они вовлекались в общественную жизнь республики. Это, в принципе, одна из наших первоочередных задач. Спасибо, Николай. Было интересно. Удачи в работе. Спасибо. У нас в гостях был член молодежного правительства республики Николай Борисов. Мы продолжаем. К другим новостям. Второе поколение овчубуков продолжает размножение. Напомню, лет пять назад ученые ЕГСХ, скрестив чубуку и барана, вывели новую породу – овчубук. Как сегодня живется этому новому виду? Сюжет Александра Зубехина. Якутская сельхозакадемия вывела новый вид животного – овчубуку. Это гибрид домашней овцы и дикого снежного якутского барана – чубуку. Его преимущество – это много нежного мяса, около 110 килограмм, а также густая шерсть, что позволяет ему всю зиму содержаться вне помещения на улице. Единственный недостаток – его агрессивность. Масса гибрида может достигать веса около 120 килограммов. Самцы агрессивны как в отношении людей, так и в отношении к своим. Могут атаковать, нанося удары увесистыми рогами. Помимо этого, они невероятно высоко прыгают. Мы, конечно, рассчитывали делать изгородь высотой полтора метра, но сейчас оказалось, что они их перепрыгивают и уже свободно могут уйти или выйти. Цель ученых – вывести такое животное, которое было бы неприхотливо к кормам, выдерживало морозы Якутии и не зависело от людей. Из десяти особей всего один оказывается с требуемыми критериями. Во главе все равно, в любом случае, это продовольственная безопасность, решения которых наши ученые, в том числе и якутские ученые, должны активно участвовать. Совсем недавно у второго поколения в Чебуков появилось потомство, которое нашей съемочной группе продемонстрировали во всей красе. А работник базы рассказал о рационе питания. Все едят вроде. Ну, как глосси, как косули, они ходят везде, там возле дома ходят, если кушают. Ну, помещение вообще не нужно. Уникальный гибрид овцы и чебуку не только переносит экстремальный холод, но и дает мясо, молоко и шерсть. Якутские ученые не собираются останавливаться на этом. Эксперимент по улучшению гибрида продолжается. Александр Зубихин, Григорий Охлопков, Якутск. Пожар в крупном торговом центре в столице. Под такой легендой МЧС провело тактические учения. В чем была сложность этой тренировки? Сюжет Петра Говорова. Легенда учений проста. В крупном торговом центре пожар. Неосторожное обращение с огнем. Возгорание на площади в 100 квадратных метров. Источник пожара – бумага, салфетки, картонные коробки. Помещения быстро заполняются дымом. Сложность объекта заключается в больших торговых площадях, большое количество торговых и материальных ценностей, а также посетителей. Длинные коридоры – опасность для людей. Сегодня здесь проводятся пожарно-тактические учения по эвакуации и локализации, то есть по тушению пожара, условного пожара. Администрации составляет порядка 10 человек, ну и порядка 10 человек составляет пожарная дружина. В одном из торговых центров города Якутска прошли учения МЧС, где было задействовано 11 единиц техники и 36 человек личного состава. За 20 минут пожарные спасли 42 работника торгового центра. На трепогах пожарные быстро приехали, очень даже быстро. Все оперативные, газовые службы видели, что приехало. Скорая помощь приехала. Пожарно-спасательные подразделения и взаимодействующие службы отработали в полном объеме. Оценка удовлетворителями. Петр Говоров, Павел Пахомов, Якутск. Сотрудники НВК САХА проверили свои силы и возможности с четырехкратным чемпионом мира по русским шашкам, международным гроссмейстером Николаем Стручковым. У желающих была возможность сыграть сеанс одновременной игры. Дольше всех продержался электромеханик компании Петр Колесов, который ранее увлекался шахматами. Отмечу, что Николай Стручков с недавнего времени работает в нашей компании. В ближайшее время он примет участие в чемпионате республики и должен пройти отборочный тур в составе команды Якутска на седьмые игры народов Якутии, которые пройдут этим летом в Амге. Также Николай готовится к чемпионату страны. Отметить можно одного парня, который дольше всех продержался. У него уже была финальная ничейная позиция. То есть у нас обоих было подамки, но у меня было там лишнее, но они были так зажаты. То есть ничейная позиция была, но он, может быть, по неопытности, скорее всего, сделал неверный ход. Мне, в общем, очень понравилась эта идея, игра. И здесь и в будущем такие же мероприятия поучаствовать. Японский велотурист отморозил ноги по пути на полюс холода. Он получил обморожение легкой степени. Молодому иностранцу оказали медпомощь. Оказалось, что группа из четырех японских студентов при планировании поездки не учла резкое похолодание в регионе. И они спали, между тем, в палатках. От продолжения путешествия японцы в итоге отказались. Ну а если японцев в Якутске мороз могут довезти до больницы, то итальянцев, наоборот, только раззадорят. В этом убедилась наш корреспондент Галина Кутубутова. Итальянский ультрамарафонец собирается бежать в минус 50 по Амиконскому району. Экстремальный забег состоится в январе следующего года. Однако, чтобы подготовить организм, проверить экипировку и исследовать местность, Пауло Вентурине уже прилетел в Якутию. Сегодня состоялась первая тренировка. Его цель – установить мировой рекорд по бегу на длинные дистанции при экстремально низких температурах. Сегодня я пробежал более 10 километров, чтобы понять, как ведет себя моя экипировка. Какие сложности могут быть у меня во время бега до Амикона. Вообще, я даже не знаю, сколько километров я буду бежать в следующем году. Но планирую, как минимум, пробежать дистанцию марафона и установить новый рекорд. Рекорд мира по ультрамарафону при высоких температурах также принадлежит итальянцу. В прошлом году Пауло пробежал 75 километров при температуре плюс 67 градусов по песчано-солончаковой пустыне на востоке Ирана. Я серьезно готовился к забегу максимально высокие температуры. Тогда за мной ехала большая сопровождающая бригада, среди которых был врач. Она следила за обезвоживанием моего организма. За этот забег я потерял 6 килограммов. Проводя параллели с бегом в экстремально жаркую погоду, Пауло делится, что в морозы бегать куда сложнее. В жару не нужна экипировка. Единственная сложная часть бега в жаркую погоду – это обезвоживание организма. В минус 50 он уверен, что ему будет сложнее, так как придется бежать не налегке, а полностью экипированным. Могут случиться проблемы с циркуляцией крови из-за холода и проблемы с дыханием. Также Пауло снимет фильм о Якутии. Для этого он приедет сюда еще раз этим летом, чтобы снять достаточно красивых кадров жаркого сезона самого холодного региона России. На вопрос, почему он выбрал Якутию, он сказал, что это самое доступное холодное место на планете, что он очень хотел увидеть, как здесь живут люди. Галина Кутугутова, Павел Пахомов, Якутск.